МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для многих владельцев загородных участков приготовление пищи на открытом воздухе – это замечательное хобби. Вот только для того, чтобы это хобби приносило радость и удовольствие, нужно правильно выбрать оборудование. Чем мы сегодня и займемся под руководством специалиста. Здравствуйте. Добрый день. Вот для меня, в первую очередь, важно понять, что лучше – гриль или мангал? Обычно на дачных загородных участках люди используют мангал, и это очень сильно ограничивает их возможности приготовления разных блюд. Гриль расширит ваши кулинарные возможности. Вот, казалось бы, мангал и гриль – это одно и то же. Внутри у нас находится обогревающий элемент в виде углей, есть решетка, на мангале тоже есть решетка. А в чем отличие? Самое главное отличие – это крышка того, что нет на мангале. Почему же все дело в крышке? Во-первых, на мангале вы будете готовить только тогда, когда будет светить ярко солнце, и может быть, ну, не должно быть ни дождя, ни снега, ничего. Крышка вам в помощь в любой абсолютно погоду. Вы можете приготовить ваш любимый шашлык, просто положив его сюда, закрыть крышкой и забыть на 15-20 минут. Подождите, ну тогда же не будет открытого огня, не будет у нас движения воздуха, и шашлык получится вареный. Компания «Вебер» предусмотрела даже это. На крышке есть две заслонки. Одна сверху заслонка, вторая заслонка находится снизу. Благодаря этому вы будете регулировать температуру внутри. И самое главное, у вас никогда не будет происходить воспламенение, так как подача кислорода оптимальна для того, чтобы горел только уголь. А горючие элементы что для гриля, что для мангала одинаковые, правильно? В принципе, да, но лучше всего использовать брикетированный уголь, так называемые брикеты. Это прессованный уголь с добавлением крахмала и воды. Он дает все-таки больше равномерный жар и больше времени для приготовления пищи. Насколько я понимаю, это одна из простых моделей. Да. Это так называемая начальная модель. Это обычная трамодель, когда люди хотят перейти от мангала к уже гриле, посмотрев разные ролики, увидев кого-то на участке. Если у вас большая компания, начиная с 6-7-8 человек... Берем такой вариант. Лучше брать с 57 сантиметров, потому что обычно девушки любят рыбу, мужчины любят мясо... И все любят овощи. И все любят овощи. То гриль с 57 сантиметров вам позволит готовить несколько блюд одновременно. Солидная решетка по размеру. Да. А в чем функциональное отличие от предыдущей модели? Ну, первое отличие, как мы уже говорили, это решетка 57 сантиметров. В данном предыдущем гриле это 47 сантиметров. Внутри находится решетка. Она, впрочем, такая же, как и у предыдущей модели. Но отличие вот в этом, да? Да. Что это? Это так называемые разделители для угля. Если мы готовим куски продуктов, либо курицу, от 1,5-2-3 килограмм, благодаря таким разделителям угля мы начинаем контролировать температуру в самом гриле. Распределение угля в самом гриле. То есть есть две зоны. Зона прямого и непрямого жара. Для приготовления больших объемов лучше использовать зону непрямого жара. Уголь будет находиться здесь. Здесь у вас будет располагаться продукт. Уголь не будет напрямую воздействовать на продукт, который вы готовите. Тем самым это создается эффект духовки. Это запекание. Долгое запекание. В любом случае всегда, что бы мы ни готовили, мы всегда это готовим при закрытой крышке. Потому что крышка позволяет нам контролировать температуру внутри гриля. Давайте перейдем и к следующей модели. Давайте. Ага. Вот первое, что мне бросается в глаза, это наличие термометра на крышке. Для чего? Термометр как раз вам позволяет контролировать температуру внутри. Контролировать температуру вы можете, регулировать температуру вы можете благодаря заслонкам, а контролировать благодаря термометру. Любая домохозяйка и домохозяин знают, приблизительно при какой температуре готовится тот или иной продукт. И благодаря термометру вы можете контролировать эту температуру внутри. Что еще в этой модели есть? Есть еще одна очень удобная деталь у данной модели. Это держатель для крышки. Мы можем очень просто откинуть. посмотреть, что у нас происходит в гриле. И закрыть. Действительно удобно? Да. Что внутри? Внутри мы видим решетку 57 сантиметров, но она отличается от предыдущей модели, так как она имеет съемный центр. Мы снимаем центральную часть и устанавливаем камень для пиццы. Он нагревается? Он нагревается и готовится пицца. На самом деле на камне для пиццы можно готовить штрудель, можно готовить любую выпечку. Вы меня удивили. Да, даже печенье, имбирное печенье. Хорошая штука. Еще одной особенностью данного гриля являются открывающиеся боковые створки. Для чего же они нужны? Так как я уже говорил, что мы в гриле можем готовить абсолютно любые продукты, и иногда люди готовят или запекают что-то на очень долгое время. Данные вещи позволяют нам добавлять уголь в процессе приготовления, не снимая решетку вместе с продуктами, потому что уголь может потихоньку выгорать. Следующая деталь, на которую я обратил внимание в данном гриле, это так называемая система лантач. Это три лепестка внутри. Одновременно служит как подача кислорода снизу гриля, так же и для очистки гриля. Буквально простым движением руки мы очищаем гриль, и весь пепел скапливается здесь. Прекрасно. Да, вы можете его высыпать по дереву, как удобрение потом. Это очень хорошо, когда мы готовим на открытых площадках, где есть деревянное покрытие. То есть никакие угли у нас не падают на поверхность, все скапливается в этой емкости. Удобно и практично. Также все грили компании Weber оснащены колесами, очень удобными, большими колесами и очень долговечными. Это нужно для того, чтобы можно было удобно перемещать ваш гриль по участку. А каковы особенности хранения гриля? Очень хороший вопрос. Одно из самых главных отличий грилей компании Weber от других производителей – это в качестве материала, который используется при изготовлении гриля. Это низкоуглеродистая сталь, покрытая эмалью, что позволяет трансный гриль хранить абсолютно в любых погодных условиях – в снег, в дождь, практически в ураган. То есть под открытым солнцем, ветром, дождем и так далее. Это очень важно. А не прогорает ли сам этот гриль? Не лопается ли на поверхности эта эмаль от температуры? Нет, такого не произойдет, потому что в процессе изготовления сама форма покрывается эмалью, помещается в печь и при 800 градусах она спекается. И даже если у вас гриль может упасть, образуется какой-либо скол, вы увидите не голый металл, а именно темный металл, потому что настолько проникает эмаль в металл, что они практически… это одно целое. А вообще как ухаживать за грилем, в отличие от того же мангала? Всегда, перед тем, как вы начинаете приготовление, вы всегда должны прогреть гриль. Вы должны прогреть решетку и потом ее очень легко почистить щеткой. Также еще есть средства для очистки эмали. Очень удобно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто это? Это газовый гриль. Иногда, когда к вам приезжает на ваш загородный участок большое количество народу, и, как правило, люди голодные и очень хотят быстро поесть. Да, хотят. Очень хотят. Для этого можно использовать газовый гриль. Вы подключаете газовый баллон, включаете, и через буквально 5-7 минут вы можете начинать приготовить. То есть не нужно будет брать с собой каждый раз угли для приготовления пищи. Все это автономно. Да. Часто люди боятся использовать газовый гриль, потому что есть такое убеждение, что аромат мясу дает уголь. На самом деле это не так. Аромат мясу или аромат курицы дает тот жир, который капает самого продукта, на любую раскаленную поверхность и обратно отдает ароматы. Вот это открытие. Да. Если в угольных грилях за данную роль отвечает сам уголь, потому что на него капает жир, то в газовом гриле за это отвечают так называемые флаворайзеры или еще аромопластины. Когда вы готовите, жир, попадая на эту поверхность, испаряется и отдает продукту все ароматы. Все ненужное истекает вниз. А как регулируется температура нагрева? В данной модели есть две горелки. Ворота ручки вы можете либо увеличивать подачу газа, либо уменьшать ее. Причем можно работать либо на одной половинке, либо на двух одновременно. Да. То же самое, как мы недавно говорили про угольный гриль. Здесь можно также запекать, можно жарить, использовать как пуховой шкаф. Также данная модель оснащена боковыми столиками, откидывающимися, на которых очень удобно, можно что-то нарезать в процессе приготовления. Как я уже говорил ранее, все гриле компании Weber используют низкоуглеродистую сталь, покрытую фарфоровой эмалью. В данном случае газовые грили абсолютно не исключение. То есть можно не бояться, что поцарапаешь поверхность? И использовать его в любую погоду. А сколько прослужит данный прибор и вообще вся линейка? Если мы говорим про угольные грили, то на крышку котел гарантия 10 лет. В газовом гриле на крышку, на сам котел и элементы поджига гарантия 10 лет. 10 лет – это очень большой срок службы. И это гарантированный срок службы. Это гарантированный срок службы. Большое спасибо за рассказ. Теперь я знаю, как выбрать гриль не только по душе, но и сделать так, чтобы он был максимально функциональным. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!